Главные мысли, необходимые человеку для того, чтобы жить, для того, чтобы почувствовать ценность своего собственного бытия, несмотря на тысячи обстоятельств, которые нас детерминируют или определяют. Мы с вами продолжаем разговор о принципе непрерывной учебы. Я сказал, что существуют верхние принципы и нижние принципы непрерывной учебы. У Марка Аврелия они объединены понятием синхронизации. Для того, чтобы почувствовать свое бытие в тот самый миг настоящего, о котором мы должны помнить и быть благодарными, согласно Эпикуру. Мы должны синхронизировать себя с вечным течением природы и ее разума. Как раз с тем, что и стойки, и Платон, и Эпикур, и Сократ называли мудростью этой вечной богиней Древней Греции и, как мне кажется, и нашей с вами главной богиней сегодня. Что такое синхронизация вверху? Синхронизация вверху – это то, что Платон считал духовным упражнением в смерти. Не в умирании, не в положении себя в искусственный гроб, а тнюдь в ежедневном упражнении, в котором человек пытается избавиться мысленно, в воображении, от желаний своего тела. Вот тогда-то, поправ всякое зло и устремляясь ввысь, душа проникает в сокровенную глубину природы и в этом обретает самое полное и совершенное благо, какое только может выпасть на долю человека. Тогда сладостно ей, странствующие среди звезд, смеяться над драгоценными мозаичными полами в домах наших богачей над всей землей и ее золотом. Роскошные колоннады, сияющие слоновой костью, наборные потолки, искусно подстриженные аллеи, струящиеся в домах реки, не вызовут презрения в душе до тех пор, пока она не обойдет весь мир. И, оглядывая сверху круг земель, без того закрытый по большей части морем, но в остальной части почти везде пустынно дикий, скованный либо зноем, либо стужей, не скажет она сама себе, душа человеческая, его мудрость. И что, это та самая точечка, которую столько племен делят между собою огнем и мечом? О, как смешны все эти границы между городами и людьми, которые устанавливают смертные. Конец цитаты. Мы можем попытаться в медитации своей отказаться на время от желаний души. И подняться вверх, синхронизировать себя с природой или духовными сущностями, в которые мы верим. Марк Аврелий Предположи, что ты вдруг находишься в высотах и что ты созерцаешь сверху человеческие вещи и их разнообразие. Как же ты их стал бы презирать, когда ты увидел бы тем же самым взглядом огромное пространство, населенное существами воздуха и эфира. Конец цитаты. И в сущности своей гуманитарные науки, которые мы продолжаем изучать. История, искусствоведение, литературоведение разве не позволяют нам встретиться с душами, возвышенными существами воздуха и эфира. Пусть и ушедшими от нас, но по-прежнему дарящими нам свои мысли, как это сделал и сам Марк Аврелий, разумеется. Вместе с тем есть и другие люди, которые отрицают возвышение к всеобщей мудрости. Которые называют себя людьми науки, которые используют другие термины, считая их исключительно их терминами разума. Мы называем их технарями. И для Марка Аврелия это отнюдь не значит, что мудрость относится к ним скептически. Как отделить то, что мы можем изменить, от того, что мы изменить не можем? А помните вещи, которых мы изменить не можем? Вещи, которые выходят за рамки осуществления нашей свободы. Их очень много. Это здоровье, слава, богатство, все происшествия, предполагающие вмешательство внешних сил. Другие люди, да и общий порядок космоса, определяемый универсальным разумом или универсальной мудростью. Мы не можем их изменить, но мы можем синхронизировать себя с ними и почувствовать радость. И можно это сделать двумя путями. Высшим воспарением души и тем путем, который мы сегодня, правда только сегодня, называем наукой. У Марка Аврелия это звучит так. Пурпур – это шерсть овцы, окрашенная кровью улитки. Асаития – это трение известных органов и выбрасывание семени, соединенное с особыми спазмами. Мы, видя пурпурный цвет, придаем ему эмоциональную окраску. Исаитию мы придаем огромное эмоциональное содержание, которого очень часто в нем нет. Это чуть другая форма учебы, но, собственно, та же самая. Проникая в суть того или иного события, мы можем дать ему оценку относительно себя. Можем мы это событие изменить или нет. Любое событие, правда, это относится и к здоровью, и к славе, и к богатству. Нужно их изучить, включить в общий ход природы. И для этого совершенно необязательно возвышаться над ними. Достаточно продолжать учиться для того, чтобы что-то, что тебе нужно устранить из своих желаний, было объяснено, сведено к естественному ходу вещей. Продолжение следует...